ПЕСНЯ Это наши любимые песни. Жил-то был черный кот за углом И кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не о том, Как не ладили люди с котом. Говорят, не повезет, Если черный кот дорогу перейдет, А пока наоборот. Только черному коту и не везет. Целый день во дворе суета, Прогоняют с дороги кота. Только песня совсем не о том, Как охотился двор за котом. Говорят, не повезет, Если черный кот дорогу перейдет, А пока наоборот. Только черному коту и не везет. Даже с кошкой своей за верстубля Приходилось встречаться коту. Только песня совсем не о том, Как мурлыкала кошка с котом. Говорят, не повезет, Если черный кот дорогу перейдет, А пока наоборот. Только черному коту и не везет. Бедный кот от душей до хвоста Бедный кот был черней, чем сама чернота. Да и песенка в общем о том, Как обидно быть черным котом. Говорят, не повезет, Если черный кот дорогу перейдет, А пока наоборот. Только черному коту и не везет. Говорят, не повезет, Если черный кот дорогу перейдет, А пока наоборот. Только черному коту и не везет. Не везет. Не везет. Ой, не везет. Не везет. Ох, не везет. Не везет. Двадцать третий год для песни Черный кот юбилейный. Ей 60 лет. Именно столько времени прошло с тех пор, Как поэт Михаил Танич позвонил композитору Юрию Саульскому с вопросом. Хочешь со мной песню написать? И предупредил. Но она у меня будет какая-нибудь смешная. В тот же вечер поэт показал композитору свое творение. Саульский сел к инструменту И быстро придумал мелодию. Так легко и непринужденно родилась эта песня. Исполнить твист «Черный кот» Авторы попросили очень популярную в то время Тамару Мянсарову. Она была крайне занята. Поэтому запись проходила в перерыве между концертами. Песня Мянсаровой подошла настолько, Что записала она ее практически без репетиции. Что называется «С листа». Девушки, ну давайте я для начала вас представлю. Василиса Шаплыкова, Анастасия Кубарь, Анастасия Ковалева, Кира Полякова. Вы все профессиональные оперные певицы. И вдруг поете песню, Причем поете здорово «Черный кот». Скажите, пожалуйста, Как вы готовились вообще к этому номеру? Готовились мы замечательно. Репетиции проходили очень весело, С драйвом. Не зря мы опера-драйв. Вот, конечно, Сперва может показаться, Что песня простая, Но простую вещь Очень сложно сделать. Надо вот убрать было все лишнее, И оставить все самое ясное, Энергичное, И такое, да, драйвовое. После того, как песня «Черный кот» Впервые прозвучала по радио В популярной программе «С добрым утром», Жизнь ее авторов и исполнительницы Перестала быть прежней. В репертуаре Тамары Мянсаровой «Черный кот» быстро сумел затмить Даже ее главный хит «Пусть всегда будет солнце». Саульский в шутку назвал «Черного кота» Своей четвертой симфонией Бетховена. Понимая, что невероятную популярность Принесла ему именно эта песня, Несмотря на все то, Что он успел до нее достичь В советском джазе. Став знаковой фигурой Не только для стеляк Эпохи оттепели, Но и на все времена. А для Михаила Танича, Который не так давно был реабилитирован После обвинения в антисоветской агитации Из шести лет лагерей «Черный кот» открыл не только волну Невероятной популярности, Но и благодаря авторским отчислениям Сумел поправить непростое материальное положение Его семьи. Песню «Черный кот» Очень быстро перевели На польский, немецкий, чешский языки, И она прогремела за пределами нашей страны. Это был действительно почти беспрецедентный успех Советской эстрады. А вот как-то Юрий Сергеевич Саульский В одном из интервью сказал «Черный кот» — это не моя главная песня. То есть подразумеваю, что у него есть Какие-то более важные для него произведения. А вот вы сами как считаете В творчестве Саульского Песня «Черный кот» Для нас, для слушателей Какое место занимает? Порой бывает, что для автора произведения И для слушателей Все воспринимается совсем по-разному И, может быть, автор вкладывает намного больше В какое-то конкретное другое произведение Но народу в душу прямо заходит То, что он даже не ожидал, может быть Мне кажется, так произошло с «Черным котом» Мы его все любим Хотя песня вышла довольно-таки давно Но она на слуху Она легко поется Она танцуется Хотя Юрий Саульский, конечно, не единственный Это его хит И в его творчестве очень много джаза То есть он как, можно сказать, отец советского джаза Такой борец за джаз Поэтому неудивительно, что он говорил Что это не главное в его творчестве Потому что, наверное, главным он считает Вот, наверное, свой вклад в отечественный джаз Счастье «Черный кот» своим создателям приносил не слишком долго На зажигательный твист обратила свое пристальное внимание Министр культуры СССР Екатерина Фурцева И это не сулило ничего хорошего Она обвинила Тамару Мянсарову в пропаганде западного образа жизни И запретила исполнять самые популярные хиты «Черного кота» в первую очередь Вскоре певицу перестали приглашать и на телевидение И на радио Не давали выступать на крупных концертных площадках Ее карьера была разрушена А Юрий Саульский вспоминал, что даже друзья его спрашивали «Юра, как ты мог? Ведь ты же серьезный музыкант» А потом еще и возникли подозрения на плагиат В Саульскому указывали, что его «Черный кот» похож на композицию «I real» американца Арта Блейки Досталось и Таничу с его стихами Песню называли безидейной и пытались отыскать в ней скрытые смыслы Каждый видел что-то свое Одна из мелких чиновниц в Красноярске Рассмотрела в песне неприятный намек на сельское хозяйство Удивительно Сам же Танич, когда ему задавали вопрос О чем песня, отвечал О справедливости Кое-кто усматривал в этой песне раньше Ники... Тайный смысл Да, скрытый смысл Что вы скажете? Можно об этом повоображать, конечно Пофантазировать и рассказать Что вообще песня про одиночество Про изгой или еще тому подобное Мне кажется, все довольно-таки просто И на поверхности Не обязательно усложняет Ты как думаешь, Настя? Ну, конечно, можно найти тайный смысл В чем угодно И тут человек сам выбирает Что ему ближе Как ему воспринимать ту или иную песню Ну, я считаю, что Не нужно искать много смысла там Где можно без него обойтись Я с вами в этом смысле Совершенно согласен И хочу вас спросить А кого вы считаете лучшим исполнителем этой песни За столько лет? Я могу ответить за себя Конечно, каждый за себя Мне ближе все-таки Валерий Сюткин Хорошо, а вам? Ну, я, наверное, поддержу выборы Анастасии Потому что, ну, песня в его прочтении Несет такой же подтекст Очень задорный, веселый, темпераментный А вы что скажете, Анастасия? Я бы, наверное, для себя выделила Жанну Агузарову, да Кира? Лично мне больше всего нравится Самое первое исполнение Тамары Мянсаровой Потому что мои родители музыканты Мой папа музыкант И у нас дома были аудиокассеты В том числе с этой песней Где она звучала в этом исполнении И поэтому она мне с детства очень близка Именно с ее интонациями С ее оттенками, скажем так Как бы чиновники не старались Оградить зрителей от черного кота Это оказалось невозможным Популярность песни сделала свое дело Всенародную любовь уже было не остановить А в 80-е годы песня «Черный кот» Пережила новый пик славы Ее взяла в свой репертуар группа «Браво» В исполнении Жанны Агузаровой Песня снова зазвучала остро-современно Говорят, мне повезет Если черный кот дорогу перейдет А пока наоборот Только черному коту их не везет Если вы любите песни прошлых лет Если исполняете их Даете им второе дыхание Присылайте ваше видео Возможно, вы будете следующими В нашей студии И вас услышат Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова